Праздник со звуком бормашины. Сегодня во всем мире отмечают День стоматолога. Наши корреспонденты решили поздравить всех зубных врачей следующим сюжетом. Боимся, но идем. Стоматолог, по мнению многих и взрослых, и детей, самый страшный и больный доктор. Но если с детства вам привили заботиться о полости рта, то и боль терпеть не придется. Врач-стоматолог Манас Карибаев настоятельно рекомендует начать гигиену с появления самого первого зуба. Вот прорезались первые резцы молочные. Можно просто на пальчик намотать чистую марлю или бинтик и просто протирать после приема пищи. То есть это грудное вскармливание или искусственное, если беспокоит что-то ребенка, или мама, папа заметил, что в полости рта что-то, там, коррозную полость или пятно какое-то, то нужно обращаться к прочему стоматологу. Когда же прорежется уже полный ряд зубов, нужно начинать учить ребенка держать зубную щетку. При этом родители должны сами чистить детские зубы. Пасты уже такие менее агрессивные, там не содержится каких-то вредных веществ, поэтому есть пасты от нуля до трех, то есть это с первого зуба. Доктор Манас Кобеденович рекомендует менять зубные щетки не реже одного раза в два месяца. Самое главное перед посещением стоматолога не врать ребенку. Нельзя сказать, что доктор просто посмотрит. Нужно объяснить, что, возможно, потребуется лечение и объяснить, почему здоровье зубов важно. У ребенка нужно подготовить заранее и родители самим эмоционально быть готовы. Не бояться, чтобы страх не передавать ребенку. Один из важных плюсов нашей медицины – это то, что стоматология до 18 лет бесплатная. В шести школах имеются стоматологические кабинеты, куда наша бригада врачей, медсестер, мы выезжаем и санируем детей. До конца доводим лечение всех зубов. Людям с зубами мы советуем посещать врача-стоматолога не реже одного раза в полгода. Если что-то беспокоит, сразу незамедлительно идти. Также профилактика – это отказ от вредных привычек, поменьше газировки, углеводов, которые быстро действуют и превращаются в карис. Всегда гигиена – вот это самое главное. Этому нужно уделять большое количество внимания. И помните, зубы надо не заговаривать, а чистить. Раиса Моргунова, Алексей Михайлов, Хиртысакпарат.